Девушки отдыхают Пожалуйста Всего-то надо накачать мышцы и научиться летать Зачем учиться? Ведь я и так Супермен Правда? Конечно, просто я тебе об этом никогда не говорил Смотри какой я сильный и летать я умею, только сейчас не хочу Каждый день, приходя на работу, я переодеваюсь в специальный костюм Супермена И лечу бороться со злом только никому А ты с вампирами дрался? Хе, конечно! И с вампирами, и с драконами, и с этими, ну как их? Драконами? Да нет, с пришельцами Ух ты! Твой папа самый сильный, самый смелый и самый отважный мега-супермен вселенной А-а–а–а–а–а–а–а–а–а–а… Что здесь происходит? Ты в порядке? Конечно в порядке! Папа ведь Супермен! Ему все нипочем! Малыш, я пошутил! Пошутил? В следующий раз, когда захочешь побаловаться Сразу постели на пол что-нибудь мягкое Спокойной ночи, рыбка Жаль, что ты не волшебная Эй, малявка, полегче на поворотах Кто это тебе сказал, что я не волшебная? Ух ты, бух ты! Ты умеешь разговаривать? Да я вообще всё умею Хочешь, исполню любое твоё желание А ты сможешь превратить моего папу в настоящего супермена? Да не вопрос Привет, малыш! Папа! Это я, сынок! Как видишь, я стал настоящим суперменом Теперь меня ждут великие дела Папа, подожди, а как же я? Давай ещё поиграем Не сейчас, малыш Сначала мне надо победить всё зло и коварство А потом я сразу же в твоём распоряжении Не скучай! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Он скоро прилетит. Ты должен гордиться, что твой отец знаменитость. Папа не может по-другому. Его предназначение делать мир лучше, а не сидеть дома. А зачем тебе вообще папа? Есть же мама. А давай поигваем, как будто я твоя папа. Папа! Папа! У тебя всё в порядке, сынок? У меня тоже. Папочка, подожди. Я должен победить свой страх. Пусть малыш знает, что его папа ничего не боится. Папа, как здорово, что ты дома. Ты ведь больше никуда не улетишь? Нет, малыш. Я ведь не умею летать. Ну и хорошо. Я больше не хочу, чтобы ты становился суперменом. Правда? И тебе не нужно, чтобы я был самым сильным и знаменитым? Лучше обещай, что никогда меня не бросишь. Хе! Ни за что на свете! Хочешь, завтра пойдём в цирк, а потом купим мороженое и ещё пойдём на каток. Ура! Хотя, зачем ждать до завтра? Пойдём сегодня же, сейчас же, чтобы через пять минут был готов к походу в цирк. Бегу собираться. Мнение окружающих Плоско, за накрашенные глазки пятёрки не ставят. Ну и что? Я и без пятёрок всем нравлюсь, потому что я красивая. Ой, а кто это тебе интересно сказал? Все говорят, это единодушное мнение окружающих. А вот некоторым пятёрки не помешают. Отличницы хотя бы учителям нравятся. Ой, опять какой-нибудь поклонник. Ну, надоели уже. Воображала. Алло. О, привет, Сонь. Ну, откуда я знаю, что нам по математике задавали? Тоже мне квасавица, никому не навалится. Ну, прямо двоя от них нет. Хоть свой фан-клуб открывай. Так, где мои тени? Ух ты! Ну вот, опять кто-то записку подкинул. Ой, надоели уже со своими признаниями. Роза Барбоскина. Что? Некрасивая? Ну, вообще, ерунда какая-то. Это не ерунда, сестричка. Это мнение окружающих. Глаз народа не вьёт. Хочешь сказать, что кто-то считает меня некрасивой? И наверняка не один. Может, это коллективное письмо? Может, ты не такая уж красавица, как думаешь? Воска, ты собираешься постели убивать? Эй, ты меня слышишь? Всё кончено. Что случилось-то? Неужели ты не видишь? Я страшная! Вот это новости. Кто тебе это сказал? Ой. Сама вижу. Смотри, губы тонкие. Нос картошкой. Ещё и шея кривая. Шея-то вроде ровная. Нет, кривая. А я страшная. Да ладно тебе. Не такая уж ты и страшная. В принципе, ты ничего. Ты-то что в этом понимаешь? Ужасно. Не хочу этого видеть. Лоза, ну, красота – это не самое главное. Ну, зато у тебя фигула красивая. Зачем мне фигура? Не нужна мне теперь никакая фигура. О! Раз я такая страшная, то пусть буду ещё и толстая. Угу. О! Не мешай мне фигуру портить. Всё равно я никому не нравлюсь. Что ты, лозочка? Ты ловишься. Тебя вообще все любят. И-и дружок, и Гена, и малыш, и-и я. Это не считается. Вы родственники. Родственники и страшных любить могут. Бе! Бе! Страшилище! Лоза, лозочка, ну, хочешь, я все своё куашение тебе подаю? А хочешь, всю косметику отдам? Смотри, какая у меня помада есть. Теперь она твоя. Бе! Лозочка, смотри, какие платья красивые. Даю. Меня уже ничего не спасёт. Всё равно я страшная. Лоза, это я всё придумала. Я подкинула тебе эту глупую записку. Лизонька, ты хорошая и добрая сестричка. Ну, хватит уже меня утешать. Ты бы до такого не додумалась. Роза, Роза, смотри, тут записки, видишь? Давай, издевайся над бедной, страшной Розой. Да нет же, вот, смотри, на обратной стороне. Ты просто недочитала. Прекрасная, божественная и незабываемая. Роза Барбоскина не красивая, а прекрасная, божественная и незабываемая. Ой, ну прям надоели эти поклонники. Спасибо тебе, сестрёнка, за поддержку и за украшения с косметикой. Вот Розка. Воображала. Тайное общество волшебников Крамба, карамба, лямбда Крамба, карамба, лямбда Пустите меня! Ну, пожалуйста! Дружок, ты опять будешь нам мешать? Да, буду! Пока вы не примите меня в своё тайное общество волшебников! Ну, пожалуйста, пожалуйста! Дружок, мы не можем тебя пустить! Крамба, карамба, лямбда Крамба, карамба, лямбда Хватит дуться! Мы же стулас тебе говорили! Членом нашего тайного общества волшебников может стать только тот, кто увидел магический кристалл. Ну, так покажите мне этот кристалл! Подумай логически. Если мы его тебе покажем, то ты узнаешь нашу тайну. И тогда наше общество перестанет быть тайным. Тайнику собранию через пятус минутус. Дружок, а чего она сказала? Я этот тайный язык ещё не выучил. Тайное собрание через пять минут. А, спасибо. Я всё равно узнаю вашу тайну. Крамба, карамба, лямбда Крамба, карамба, лямбда Крамба, карамба, карамба Крамба, карамба Крамба, карамба, карамба Крамба, карамба, карамба Крамба, карамба, карамба, карамба одинок! Своим тайным обществом вы поставили между нами непреодолимую стену! И мне уже кажется, что мы совсем не братья! Да ладно тебе! Это же игра! Слушай, есть у меня одна идея! Крамба-карамба-лямб! Генка, закрывай хорошенько дверь, чтобы дружок не вашул! Крамба-карамба-лямб! 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 Что? Гвоздь мне в кеды! Это и есть ваш магический кристалл? Да это же булыжник, который мы с малышом притащили со двора, чтобы дверь подпирать! Это дружок! Нас раскрыли! Генка-поедатель! Мы должны наказать Генку! За то, что он предал наше тайное общество волшебников! За то он своего брата не предал! Да какая разница! Если тайного общества волшебников больше не существует! Почему не существует? Потому что все теперь знают про нашу тайну! Раньше хоть двужок не знал! А теперь и кто? Тимоха! Точно! Крамба-карамба-лямб! Крамба-карамба-лямб! Ребята! Чего это вы делаете? Извините, Мох! Но членом нашего тайного общества волшебников может стать только тот, кто увидел магический кристалл! И не пытайся ничего узнать! Ты и так слишком много видел! Все равно я узнаю вашу тайну! ОДИНОЧКА О, он там! Ура! Салют! Нашла? Выгребла! Так, и кто ответственный за беспорядок? Извини, что отвлекаю, но это как понимать? Ну, намусорил чуток! Потом в один момент все уберу! Ну, если в момент, тогда приступай! Игрушки никуда не денутся! Как я устал от всех этих уборок и правил! Вот жил бы один, без школы, домашних заданий и другой ерунды! Дни напролет делал бы все, что захотел! О, это же список папиных дел! Нужно купить макароны? Сделано! Нужно поменять лампочку в коридоре? Сделано! Сплошные обязанности! А мне нужно остаться одному и делать, что захочется! Я закончил! Сейчас буду смотреть футбол! Ау! Мам! Генка! Малыш! Ку-ку! Да где вы все? Куда все подевались, хотел бы я знать! Хм! Макароны лампочки сделано! Остаться одному? Ху! Сделано! Сделано? Неужели? Неужели сбылось? Я остался совсем один! А это значит... Ху-ху! Значит, никаких правил! Я могу делать! Ха! Все, что захочу! Хо-хо! Ю-хо! Ага! Опа! Ха-ха! Ха-ха! Съесть все сладкое! Никто не против? А? Ха-ха! Я так и думал! Ах! Опа! Ах! Ах! Побил свой же рекорд! Гвоздь мне в киды! Моя любимая футболка! Теперь стирать! А хотя... Зачем мне это? Подумаешь, испачкался! Подумаешь, не умылся! В целом, я в порядке ведь! Правда? Да в полном! Ты вообще красавец! Да ты чего скривился? С тобой все хорошо! Вот на меня посмотри! Я в полнейшем порядке! А мы с тобой совсем как близнецы! Какие близнецы? Не хочу быть как ты! Ну куда ты рванул? Забыл! Сладкого сколько влезет! О! Хочешь карамель? Никаких упор! Никаких правил! Одни игры! Давай вот футбол погоняем! А-а-а-а! Ай! Надо же такому присниться! Ура! Вы вернулись! Да мы только на полчасика в магазин съездили! Ты так крепко спал! Подумали, не будем тебя будить! Наверное, устал после уборки! А-а-а! Ой! Знаю-знаю! Чуть-чуть намусорил! Ничего, в один момент все уберу! Хе-хе-хе! Дедушка хочет на море! Класс! Новый мяч! Что может быть лучше? А где ты взял деньги на мяч? Спасибо дедушке! Выручил любимого внука! Какое совпадение! Меня тоже дедуля выручил! Все девчонки обзавидуются! Вам деньги дедушка дал? Как вы могли их взять? Он же пенсионер! У него их мало! Опа! А у тебя, Лизонька, откуда новый тромбончик? На улице нашла? Да, мне тоже деньги дедушка дал! Но я же на дело попросила! А не на ерунду всякую! Так что же получается? Мы все попросили деньги у дедушки! А что же ему осталось? Ну сам посуди! Зачем дедушке деньги? Он же не делает маникюр! И на музыкальных инструментах не играет! И в футбол! Выходит, и деньги ему не нужны! Значит, все в порядке! Оп! Раз, два, три! Право, руля! Дедушка, а зачем ты все вытаскиваешь? Ты разве не поедешь на море? В другой раз, матрос! В другой раз! Придется подождать до следующей пенсии! Ну, ты же обещал отправить Шустрика в настоящее море! Хм! Не вешать нос, матрос! Смотри, сколько тут морей! И все настоящие! Отдать швартовый! Лево руля! Полундра! По правому борту акула! Шустрик, как он, не боится! Полный вперед! Штормовое предупреждение! У-у-у! Надвигается буря! А нам все ни по чем! Хи-хи-хи! Да, матрос! Нам все ни по чем! Эх! И теперь дедушка не сможет поехать на море! Вот! Полундра! А мы уже всю его пенсию потратили! Как же нам теперь купить дедуле билеты на море? Есть идея! Нам ведь папа за каждое дежурство на кухне дает леденец на палочке, чтобы подсластить уболку! Ха! Спасибо, что напомнила про мое сегодняшнее дежурство на кухне! Прямо сразу настроение поднялось! Сначала дослушай! Если мы много-много раз отдежуем, то получим... Много-много мозолей! Да нет же! Много-много леденцов! И мы обменяем все эти леденцы на билет для дедушки! Точно! Возьмем количеством! Лизка! Голова! Полный вперед! Памечтай со мною, мама О летучих кораблях О волшебных берегах И странах спой Спят деревья, великаны И цветочные поля О волшебных берегах Мечтай со мной Вы, конечно, молодцы И такая тяга к чистоте и труду Заслуживает уважения Но зачем вам столько леденцов? Дедушка, дедушка Дедушка, дедушка, это тебе Мне? Да, тебе Билет на корабль Да, для путешествий Спасибо Спасибо, дорогие Спасибо, внучки Дедушка, возвращайся с колеей Мы будем скучать Важное событие Косинус нуля градусов Единица Лунная соната Людвиг Ван Бетховен Класс инфузории Споровые Нет, ресничные Время Браво, маэстро Немного поторопился в конце Но в целом блестяще Нет, на этой олимпиаде Ошибок быть не должно Я должен еще подготовиться Главный приз даю только за победу Завтра ты его получишь Не сомневаюсь Ты даже не представляешь Как я этого жду? Обучение в лучшей иностранной школе Бок о бок с великими учеными умами И современной техникой Я должен победить Нельзя упускать такой шанс Так держать сын Ну, не буду тебе мешать Можешь его починить? Пожалуйста Я бы помог Вот только сейчас Я... Ладно Давай, погляжу Спасибо Ура! Чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих Наверное, заразился от поезда Почини, пожалуйста Что это за скрепочная эпидемия? Может, их кто-то нарочно туда запихивает? Спасибо Спасибо У меня завтра важная олимпиада, между прочим Извини, брат Нужно отточить удар правой Ел Малыш, давай завтра Не обращай на нас внимания Угу, у нас номер в школьном театре Мы совсем не репетировали А можно в тишине репетировать? Музыка отвлекает Ну ты скажешь Какое же лебединое озеро Без лебединого озера Что поделать? В комнате мало места для тренировки Мой кораблик тоже заболел А-а-а, хватит Прекратите весь этот цирк А-а-а-а Кто кричал? Что такое? Да мы, это, просто дурачимся Нашли время Так, продолжай спокойно готовиться Будет полная тишина, обещаю У Гены завтра важная олимпиада Можно сказать, судьбоносная А вы шумите, мешайте ему готовиться Мы просто, просто очень хотим Хотим, чтобы Гена остался Чтобы не уезжал Если он плохо подготовится То вряд ли сможет выиграть эту поездку И останется с нами Но нельзя думать только о себе Гена очень хочет победить и уехать Это важный момент в его жизни Эти важные моменты Оставят нас без брата Честно признаюсь Я тоже не хочу, чтобы он уезжал Так просто не разрешай ему участвовать Ага Тем более у нас в городе Хватает школ для умников Ничего не могу поделать Это его выбор Его шанс осуществить свою мечту Так что давайте не будем ему мешать Вот именно Я сам знаю, что для меня лучше Ну как? Провалил Это же мы! Мы виноваты! Мешали тебе готовиться! Прости нас, пожалуйста Это ежегодная Олимпиада Следующую обязательно выиграю А пока Придется вам еще годик Меня потерпеть Геннадий Барбоскин? Да? Куда же убежал наш победитель? Мы забыли свой приз За первое место Нашей школе нужны такие Одаренные интеллект... Ошиблись номером Дворовая история Нобелевская премия Присуждается Геннадию Барбоскину За достижения во всех науках Ура! Василёк, Василёк Мой любимый цветок Василёк, Василёк Мой любимый цветок Василёк, Василёк Ля-ля-ля Привет, Роза! Что ты там делаешь? Привет! Двор украшаю Кто же так украшает? Цветочки Это вчерашний день Придумала бы композицию Из необычных предметов Чтобы было красиво А цветочки Разве не красиво? Ну ты даёшь! Это же полное отсутствие вкуса Не волнуйся, Роза! Я тебе помогу! Да я и не просила! Так Это подойдёт А это для Розы Слишком сложно Роза, я тут подобрал тебе литературу На первое время Вот уникальные образцы Дизайнерского мастерства Трехэтажный велосипед Комната в форме шара Учись, Роза! Знаешь что, Гена? Я просто пыталась Украсить двор цветочками Подожди, подожди Есть у меня одна старая идейка Это что? Не видишь, что ли? Это ракета Мы поставим её вместо твоего цветка И у нас будет супер-мега-дизайн Лучше уж я буду дальше сажать цветочки Цветы? Это банально и скучно Я прав Я это докажу Нет, я права И я это докажу Ну как? Не нравится Вот где красота Ах так Вот оно Дизайнерское решение Вот тебе супер-мега-дизайн Я это так не оставлю Вот и украсили двор Я же тебе говорил Это и я тебе говорила Ой, а что это вы тут делаете? А как эта игра называется? Ничего мы не играем Я хотела цветочками двор украсить А Генка со своим мега-самолётом Это вовсе не самолёт А символ Даже малышу понятно А ты не говори за него Давай лучше спросим Малыш, что лучше, цветы или какая-нибудь ракета? Не знаю Цветочки красивые А ракета тоже интересная Так, а что лучше-то? Мне всё нравится Роза, слушай А может быть он прав? В смысле, что мы с тобой оба правы? И нам совсем не обязательно спорить? Выходит так Пусть каждый по-своему двор украшает А ещё лучше Вместе Василёк, Василёк Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Малыш Продолжение следует...